Приветствую вас. Я бы рекомендовал вам для начала выговариваться. То есть выговариваться относительно всего того, что вас беспокоит. То есть я бы рекомендовал вам, например, например, выбрать себе психолога хотя бы на нашем ресурсе и с этим психологом поработать. То есть сначала просто выговариваться. То есть всю свою боль, весь свой негатив, все свои переживания, все вот это выговаривать психологом. Даже, может быть, дать себе такую установку, что я со всеми веду себя нормально, со всеми веду себя адекватно. А с психологом я позволяю себе какие-то вещи. С психологом я позволяю себе делать то, что, например, не позволяю другим. Это вот то, что вы можете сделать прямо сейчас. Начну первую беседу, первый сеанс. Я думаю, сразу можно два или три сеанса сделать. Очевидно, у вас много всего накопилось. То есть это даже не какая-то там обратная связь. Я знаю, терапия будет для вас просто выплеснуть все эмоции. Терапия будет для вас выплеснуть весь негатив, который у вас есть на других людей. Ну, в частности, вот на психолога. Лучше это делать все-таки с тем, кто специально обучен подобным вещам и подобным разговорам. Дальше, значит, агрессия. Ваша агрессия это, в общем-то, неуверенность в себе. Ваша агрессия это неуверенность в своих силах. И, соответственно, непринятие себя. Отсюда низкая самооценка и, в общем-то, сравнивать, сравнение себя с другими людьми. Сравнивать себя с другими людьми вас, скорее всего, научили родителям. Скорее всего. Значит, да, это основной момент, чтобы вас поняли. То есть, чтобы вы смогли увидеть, что вас понимают. Чтобы вы смогли почувствовать, что вас понимают, что вам все переживают. Я не понимаю других. Это вопрос. Почему вы других не понимаете? Хотите ли понять? От слов некоторых людей меня выносит просто за долю секунды на гнев, а потом слезы. Из-за чего? Что именно раздражает? Понимаете ли вы, что это ваша особенность восприятия? Понимаете ли вы, что это не в людях дело, а в вас? Понимаете ли вы, что это вы так воспринимаете ситуацию, что реагируете гневом? То есть, грубо говоря, вы защищаетесь. Ну, вопрос здесь такой. Если вы защищаетесь, то, соответственно, от чего вы защищаетесь? Это вот главный момент для того, чтобы нам с вами понять, увидеть то, что происходит с вами. Вот. От чего вы защищаетесь? Что вас раздражает? Вполне вероятно, что вы играете в игру. Я бы даже сказал, что несколько игр одновременно. Первое, это то, что вы ото всех ждете некой такой агрессии, возможно, боли, возможно. Вот. С одной стороны, эта игра называется Покалса или ПСС. Не буду говорить это на аудиозапись, но, значит, это ПСК. И, с другой стороны, вы играете в игру Кудаминон. Есть такая игра тоже. В этой игре вы ожидаете, что люди скажут вам что-то плохое, подпитывая в себе позицию, такую позицию, что никому нельзя верить. Ну, как бы вот, по вашему мнению, да, что никому нельзя верить, либо то, что я плоха, например. Вы, в некоторой степени, подсознательно пытаетесь представить себя как плохую. Ну, это указывает ваше аудиокрессию. То есть, то, что вы себя режете там и так далее. Это вот яркий пример, явный пример того, что вы себя, ну, как бы, не чувствуете. Вот. И, соответственно, это доставляет вам удовольствие, потому что, вероятно, только в таких случаях, только в данном проявлении вы чувствуете себя сколько-нибудь значимой. А вот в других проявлениях, сколько-нибудь значимой, вы себя уже не чувствуете и из-за этого вам необходимо, значит, себя вечевать, чтобы достигать хоть какой-то значимости. Ибо по-другому значимости вы достичь не можете своей. И чувствуете себя вообще незаметно. А вот способ, 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 которым вы пытаетесь достичь значимости, ну, является по большому счету тем, каким вас научили, возможно, родители. Именно родители обучили вас способу привлечения внимания какому-то, ну, какому-то, не знаю, выгодному, удобному вам. Это вот то, что можно вам сказать, исходя из того, что вы написали. Непринятие себя, значит, сравнение себя с другими и так далее – это следствие, ну, на мой взгляд, следствие данной проблематики. И, соответственно, решить проблему можно только снизив эти симптомы. То есть перестать играть в игру. Вам хочется близости, вам хочется внимания, возможно, даже мужского внимания. Другого способа получить его у вас нет. По вполне, в общем, понятным причинам. И отсюда все ваши проблемы. Проблема. Отсюда все ваши трудности. Вот. Тут вы хотите быть лучшим всех от того, что вам можно некая установка, драйвер, который вам дали мне опять же. Почему вы хотите плакать на работе? Это попытка себя пожалеть. Опять. В другом ходят красивые девушки, а я что? А вы что? Почему вы считаете, что вы некрасивые девушки? Не очень понятно. Вот. А, значит, ну, сами с проблемами вы не разберетесь. Главное, на помощь психолога. Вот. Значит. То есть вам нужен психотерапевт и антидепрессант? А, ну, я не знаю, может быть и нужен психотерапевт и антидепрессант. Но это мы оставим врачам. Вот. Это мы оставим врачам. Если вы обратились сюда, то я полагаю, что и работать нужно с психологом. Вот. А это все-таки безмедикаментозная форма работы. Вот. Вот так. Я думаю, с точки зрения психологии вам можно ответить. Обязательно посмотрите игру, в которую вы играете. И подумайте о том, откуда взялось непринятие себя. Это ведь и в детстве идет. И я уверен, что ваши родители, они, скорее всего, вас не принимали до конца. Ну, вот. Такой, какая вы есть. Вот. С этого и стоит начать работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Нdemи, блин. .